Женнифер Робинс И JavaScript, исчерпывающее руководство Женнифер Робинс Анотация Анотация В этой книге вы найдете все, что необходимо знать для создания отличных веб-сайтов. Начав с изучения принципов функционирования интернета и веб-страниц, к концу книги вы освоите приемы создания сложных сайтов, включая таблицы стилей, CSS и графические файлы. И научитесь размещать страницы во всемирной паутине. Книга включает упражнения, с помощью которых вы освоите разнообразные техники работы с современными веб-стандартами. В скобках, включая HTML5 и CSS3. На диске описанные в книге программы и примеры. Робинс Дженнифер Оглавление Предисловие Структура книги Благодарности об авторе Использование примеров кода Часть первая Начало работы Глава первая Самое начало С чего начать Задача веб-дизайнера Требуемые знания Необходимое обеспечение Резюме Глава вторая Как работает всемирная паутина Интернет против всемирной паутины Обслуживание вашей информации Несколько слов о браузерах Адреса веб-страниц В скобках URL Анатомия веб-страницы Резюме Глава третья Важные концепции для веб-дизайнера Многоство устройств Соблюдение стандартов Прогрессивное улучшение Адаптивный веб-дизайн Обеспечение доступности Производительность сайта Часть вторая Разметка HTML Для структуризации Глава четвертая Создание простой страницы Веб-страница Шаг за шагом Запуск тестового Текстового редактора Шаг первый Добавление контента Шаг второй Структурирование документа Шаг третий Определение текстовых элементов Шаг четвертый Добавление изображений Шаг пятый Шаг пятый Изменение внешнего вида страницы С помощью CSS Когда хорошие страницы становятся плохими Валидация кода Резюме Глава пятая Разметка текста Обзацы Заголовки Списки Другие элементы контента Организация контента страницы Встроенные элементы Общие элементы В скобках Див И спан Некоторые специальные символы Резюме Глава шестая Добавление ссылок Атрибут H-R-E-F Ссылки на веб-страницы других сайтов Ссылки на страницы собственного сайта Открытие ссылки в новой вкладке или окне браузера Ссылки на адрес электронной почты Ссылки на номер телефона Резюме Глава седьмая Добавление Добавление изображений Элемент IMG Фреймы Резюме Глава восьмая Разметка Таблиц Использование таблиц Минимальная структура таблицы Заголовки таблицы Объединение ячеек Обеспечение доступности таблиц Соединение ячеек и заголовков Резюме Глава девятая Формы Принцип работы формы Элемент форм Переменные и их содержимое Обзор элементов формы Обеспечение доступности форм Макет и дизайн формы Макет и дизайн формы Резюме Глава десятая Знакомство с HTML5 Краткая история HTML Краткая история HTML Особенности разметки API интерфейсы Спецификации HTML5 Видео и аудиоконтент Видео и аудиоконтент Рисование средствами HTML5 Резюме Часть третья Правила CSS для представления Глава одиннадцатая Каскадные таблицы стилей Преимущества CSS Возможности CSS Как работают таблицы стилей Важные концепции Дальнейшее изучение CSS Глава двенадцатая Форматирование текста Включая в скобках Включая селекторы Свойства шрифта Изменение цвета текста Еще несколько типов селекторов Выравнивание строк текста Подчеркивания и другие Декоративные эффекты Изменение регистра Кернинг и интервал Между словами Тень текста Изменение маркеров И нумерации списков Резюме Глава тринадцатая Цвета И фон Открываются скобки Включая селекторы И внешние таблицы стилей Закрывается скобка Определение значений цвета Основной цвет Фоновый цвет Непрозрачность Непрозрачность Селекторы псевдокласса Селекторы псевдоэлементов Селекторы атрибутов Фоновые изображения Сокращенные свойства фона Градиенты Внешние таблицы стилей Резюме Блочная модель CSS Открываются скобки Отступы Границы И поля Закрывается скобка Блок элемента Задавание размеров блока Отступы Границы Поля Присвоение типов Отображения Добавление теней К блокам Резюме Обтекание И позиционирование Нормальный поток Обтекание Основы Позиционирования Относительное Позиционирование Абсолютное Позиционирование Фиксированное Позиционирование Резюме Глава 16 Макеты Страниц Средствами ССС 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 СТРАТЕГИ ВЕРСТКИ СТРАНИЦ 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 CSS, технические приёмы замены текста изображением, CSS-спрайты, стилизация веб-форм, стилизация таблиц основы адаптивного веб-дизайна. Заключение. Резюме. Предметный указатель. Следующие главы и приложения находятся на диске, прилагаемом к книге. Часть четвёртая. Создание графических изображений для всемирной паутины. Глава девятнадцатая. Основы создания графических изображений. Источники изображений. Знакомство с форматами. Размер и разрешение изображения. Работа с прозрачностью. Знакомство с форматом SVG. Резюме. Глава двадцатая. Простые и эффективные веб-изображения. Общие стратегии оптимизации. Оптимизация файлов формата GIF. Оптимизация файлов формата JPEG. Оптимизация файлов формата PNG. Оптимизация по размеру файла. Резюме. Часть пятая. JavaScript для поведения. Глава двадцать первая. Глава двадцать первая. Введение в JavaScript. Что такое JavaScript? Добавление сценариев JavaScript на страницу. Анатомия сценария. Объект браузера. События. Резюме. Ответы к упражнениям. Глава двадцать вторая. Применение JavaScript. Объектная модель документа. Поле заполнения. Библиотека JavaScript. Резюме. Резюме. Приложение А. Ответы к упражнениям. Приложение Б. Селекторы CSS3. Приложение В. Приложение В. Создание анимированных GIF файлов. Как это работает? Инструменты для создания GIF анимации. Создание анимационных, анимированных GIF файлов. Шаг за шагом. Автоматическая генерация промежуточных кадров. Что необходимо помнить об анимированных GIF файлах? Предисловие. Веб-дизайн потрясающе изменчив. Как только начало казаться, что ситуация вокруг принятия веб-стандартов создателями браузеров и сообществом веб-разработчиков успокоилась, появился в кавычках мобильный интернет. Вновь перевернувший всё. С выпуском смартфонов и планшетов, всемирная паутина пробивает себе дорогу на маленькие экраны портативных устройств, где никогда раньше не использовалось. В результате веб-дизайнеры и программисты столкнулись с серьёзными трудностями, пытаясь найти способы, как сделать взаимодействие с сайтами приятным для пользователя, независимо от того, с каких устройств к ним получен доступ. На момент написания этой книги многие из проблем, например, как визуализировать изображение на нужном устройстве, ещё находились в стадии обсуждения. Это невероятно активный период для веб-дизайна, полный экспериментов и совместной работы. Он чем-то напоминает мне дни становления всемирной паутины в 1993 году, когда я только начинала карьеру веб-дизайнера. Столько всего ещё предстоит понять. Так много возможностей. И, если честно, сейчас нелегко писать книгу обо всех этих меняющихся технологиях. Поэтому я сделала всё возможное, чтобы выделить развивающиеся области и предоставить ссылки на онлайн-ресурсы, чтобы держать вас в курсе. Кроме того, стали доступны два новых стандарта. HTML5, в скобках, пятая основная версия языка гипертекстовой разметки, и CSS3, каскадные таблицы стилей, уровень 3, закрывается скобка. В разделе этой книги, посвящённом HTML, отражён современный стандарт HTML5. Рассмотрены уже готовые к применению разделы разрабатывающегося стандарта CSS3. И присутствует глава, описывающая, как добиться интерактивности с помощью переходов и преобразований. Сегодня инструменты позволяют сделать гораздо больше и эффективнее, чем всего несколько лет назад. Наконец, поскольку JavaScript – важная часть процесса веб-разработки, в книгу включены две головы, в которых представлен этот язык и несколько способов его использования. Я не специалист по JavaScript, но, с частью, нашла эксперта в этой области. Главы, посвящённые JavaScript, написал Мэтт. Вилто, Маркус, дизайнер и разработчик в компании «Филамент Групп». Член команды «Джей Куэри Мобайл» и технический редактор издания «Элист Апарт». Эта книга рассматривает специфические проблемы и вопросы, возникающие у новичков, опытных графических дизайнеров, программистов, офисных служащих и всех, кто хочет научиться веб-дизайну. Я постаралась изложить здесь опыт моего преподавания на курсах для начинающих. Добавила упражнения и тесты, чтобы вы могли получить практический опыт и проверить свои успехи. Читайте ли вы эту книгу отдельно или в качестве дополнения к курсу веб-дизайна. Я надеюсь, она поможет вам начать работу и получить удовольствие от процесса. Структура книги. Книга состоит из пяти разделов, в каждом из которых рассматриваются важные аспекты веб-разработки. Часть первая. Начало работы. В ней закладываются основы всех рассматриваемых в книге тем. Она начинается со значимым общих сведений о среде веб-разработки. Чем вы можете заниматься, какие технологии изучить и какие инструменты использовать. Вы сразу начнёте работать с HTML и CSS и узнаете в общих чертах, как функционируют веб-страницы. Я также познакомлю вас с некоторыми важными понятиями, которые помогут вам начать думать о дизайне, как современный веб-дизайнер. Часть вторая. Разметка HTML для структуризации. Здесь в подробностях раскрывается работа всех элементов и атрибутов, доступных для создания семантической структуры контента, в том числе и новых элементов, введённых в HTML5. Я рассмотрю разметку текста, ссылок, изображений, таблиц и форм. Часть вторая. Завершается всесторонним обсуждением языка HTML5 и его отличий от предыдущих стандартов. Часть третья. Правила CSS для представления. В этой части вы перейдёте от изучения основ использования каскадных таблиц стилей для изменения внешнего вида текста к создания многоколонночных макетов и добавления на страницу синхронизированной по времени анимации и интерактивности. Здесь также рассматриваются распространённые методы использования CSS. В том числе описывается, как создать страницу с помощью адаптивного веб-дизайна. Часть четвёртая. Создание графических изображений для всемирной паутины. Здесь описаны различные форматы файлов, подходящие для использования во всемирной паутине и способы их оптимизации с целью максимально уменьшить размер файла. Часть пятая. JavaScript для поведения. Мэтт Маркус начинает свою часть с краткого описания синтаксиса языка JavaScript. Чтобы вы могли отличить переменную от функции, вы также познакомитесь с некоторыми способами использования языка JavaScript, в том числе сценариев объектной модели документа. в скобках Document Object Model, DOM, а также существующих инструментов JavaScript, таких как полизаполнители и библиотеки, которые позволят вам быстро приступить к работе с JavaScript. Так и если вы ещё не готовы писать собственный код с нуля. «Благодарности». Ну, лично нас это не интересует благодарности. Об авторе. Дженнифер Робинс начала работать в области веб-дизайна в 1993 году в качестве графического дизайнера первого коммерческого веб-сайта системы Global Network Navigator. Помимо этого издания, она также является автором книг «Web Design in a nutshell» и «HTML5 Pocket Reference». Открывается скобка, доступной также в виде приложения для операционной системы iOS, опубликованных издательством O'Reilly. В прошлом Дженнифер выступала на многих конференциях, в том числе на Seaboard и South by Southwest и преподавала начальный курс веб-дизайна в университете Johnson & Wales University в Providence, штат Rhode Island. В данный момент она занимается созданием цифровых продуктов для компании O'Reilly Media, где уделяет основное внимание информационной архитектуре, интерактивному дизайну и созданию веб-сайтов, приложений и электронных книг, приятных в использ... приятных в использовании. В свободное время Дженнифер любит что-нибудь мастерить, слушать инди-рок, готовить и заниматься детьми. Использование примеров кода. цель этой книги помочь вам в работе. Можно использовать приведенный в книге код в собственных программах и документации. Вам не нужно запрашивать разрешение издательства, если заимствуете небольшие фрагменты кода. Например, для написания программы, в которой используется несколько фрагментов кода из данной книги, вам не потребуется разрешение. Для продажи и распространения оптического диска с примерами необходимо получить разрешение. если вы цитируете книгу и приводите пример кода, отвечая на вопрос разрешения не нужно, а вот для включения значительного количества примеров кода из этой книги в документацию по собственному продукту, оно вам потребуется. нам будет приятно, если вы сошлетесь на эту книгу, как она источник, но это не обязательно. ссылка обычно содержит название книги, фамилию и имя автора, сокращение от города издания, сокращение от города издания, название издательства и год. Например, Дженнифер Робинс, веб дизайн, html, css и java скрипт m exmo 2013 если использование примеров, когда требует получения разрешения, обращайтесь к нам по адресу инфо собачка эксмо точка ру Начало работы часть первая здесь давайте прервемся и продолжим в следующий раз мы с уверены Продолжение следует...